Всем привет! Сегодня тема обучающего сценария — пассивные сенсоры и сбор разведданных. Брифинг. В этом сценарии вы будете командовать американской атомной атакующей подводной лодкой ССН. Будут рассмотрены следующие темы. Пассивные методы обнаружения, сбор информации о контактах, термоклин, тактика приближения к поверхностным контактам. Ваша миссия — уничтожить китайских в вашем районе. Давайте начнем с того, что просмотрим, что происходит на поверхности. Проложите северный курс, установите скорость на крип и глубину на перископ. Это даст нашей лодке Сан-Франциско глубину 66 футов или 20 метров и скорость 5 узлов. Когда подводные лодки находятся на перископической глубине или выше, они автоматически поднимают свои перископы и любые другие сенсорные антенны, например, ELINT ESM. Дизельные подводные лодки также автоматически поднимут шноркель и включат дизельные двигатели. Подробнее о дизельных подводных лодках в будущем руководстве. Как только мы окажемся на глубине перископа, мы сможем лучше понять, что происходит вокруг нас. Мы можем использовать перископ для визуального поиска контактов и обнаружения электромагнитного излучения через антенну ESM. С другой стороны, перископы подводных лодок могут быть обнаружены специальными радиолокационными установками, обычно устанавливаемыми на самолетах морского патрулирования и вертолетах противолодочной обороны, или даже визуально обнаружены ближайшими контактами. Сама подводная лодка также может быть обнаружена визуально, если погода и время суток подходящие, а тепловизионное изображение может позволить обнаруживать подводные лодки на перископическом глубине на довольно большом расстоянии. Особенно дизельные подводные лодки с дизельными двигателями, которые выбрасывают много тепла через шноркель. Нам их было сказано, прокладываем курс на север, ставим глубину перископ, скорость крип. Теперь, когда мы достигли перископической глубины, мы обнаружили контакт с помощью ESM. Electronic Support Measures означает меры электронной поддержки и включает пассивное обнаружение электромагнитного излучения от других платформ. Существует множество наборов ESM, от элементарных до чрезвычайно сложных. Основным ограничением их диапазона является мощность и характеристики излучающего устройства. Активный радар может быть обнаружен на расстоянии примерно в полтора-два раза превышающим его полезную дальность. Поэтому обнаружение контакта ESM часто дает раннее предупреждение о присутствии и общем местонахождении близлежащих платформ, которые используют активный радар. Давайте исследуем этот контакт, проложите курс к контакту с ESM, оставаясь на перископической глубине и скоростью крип. По мере того, как мы сближаемся с контактом, вы можете заметить, что область неопределенности меняется. Это связано с тем, что ESM не является точным датчиком в большинстве случаев. Однако мы можем использовать расширенный набор ESM San Francisco для определения типа обнаруживаемого нами радара. В данном случае это радар типа Square Tie, используемый китайским флотом. Щелкните контакт, затем нажмите кнопку отчета контакте на правой боковой панели, чтобы отобразить дополнительную информацию. Здесь мы видим, что этот конкретный радар есть только на фрегатов классов Люда и Джангху. Если хотите, на этом этапе вы можете классифицировать цель как недружественную Ctrl-H или враждебную H. Продолжайте сближаться с контактом. Теперь мы точно определили контакт как фрегат класса Джангху. Если вы следовали инструкциям, он будет идентифицирован гидролокатором с буксируемой антенной решеткой AN-TB16D. Другие возможности включают в себя гидролокатор корпуса AN-BQQ5E, буксируемую группу AN-TB23 или даже обычный глаз, если вам удалось попасть в зону видимости на перископической глубине. Проверьте запись в базе данных San Francisco для обзора этих датчиков. Все это пассивные датчики, то есть они не излучают никакой энергии для выложения контактов. Они просто обнаруживают энергию, излучаемую контактами. Электромагнитную, звуковую, световую и так далее. Это самые полезные датчики для подводных лодок, потому что они не выдают присутствие или местоположение подводной лодки. С другой стороны, радар и активный сонар очень быстро предупредят любых врагов о вашем присутствии, что мы можем видеть на примере с Джангху. Снова откройте меню отчета контактов, теперь мы можем увидеть, что мы обнаружили HF-сонар с ближайшего фрегата с помощью нашей акустической системы перехвата AN-WLR-9A. Комплект акустического перехвата – это особый вид гидролокатора, который обнаруживает активное излучение гидролокатора. Это что-то вроде подводного ESM. Если мы проверим запись в базе данных для Джангху, мы увидим, что у него есть только один набор сонаров, который является активным. То есть он работает только в активном режиме и не может пассивно обнаруживать контакты. Максимальный диапазон обнаружения у него – 4 морских миля. Поскольку мы находимся на перископической глубине и не можем видеть Джангху где-либо поблизости в ясный день, мы можем с уверенностью предположить, что он находится на расстоянии более 4 морских миль и не может нас обнаружить. Мы можем пока продолжать сближение на перископической глубине. Ну, откроем контакт-репорт у вражеского корабля. Здесь вот мы можем посмотреть, чем был обнаружен ANTB23BQ, ANTB16D. То есть практически все наши сенсоры что-то ловят какое-то излучение. Ну, продолжим сближаться. Теперь мы очень близко подходим к Джангху. Мы находимся в пределах досягаемости оружия и по совпадению мы также находимся в пределах видимости, которая для подводной лодки на перископической глубине составляет 8-10 морских миль для большинства контактов с поверхностью. На таком расстоянии Джангху не сможет обнаружить нас с помощью своего активного сонара, но мы можем услышать его с помощью нашего сонара, увидеть его с помощью перископа и обнаружить любые излучения от его датчиков. Убедитесь, что вы находитесь на глубине перископа и откройте отчет о контактах. Обратите внимание, что теперь мы можем обнаруживать не только радар SquareTie и ВЧ-гидролокатор, но и радар воздушного поиска IceShield, радар поиска поверхности DECA-707 и радар управления огнем SunVisor. Причина, по которой мы не смогли обнаружить эти другие радары при первоначальном обнаружении SquareTie, заключается в том, что мы находились за горизонтом радара. Радиолокационный горизонт — это максимальное расстояние, на котором может быть проведена линия прямой видимости между излучателем и контактом из-за кривизны земли. Для подводной лодки на перископической глубине это примерно 12 морских миль для среднего контакта с поверхностью. Для воздушных контактов это могут быть сотни морских миль в зависимости от высоты полета самолета. Вот небольшая картинка для наглядности. Кстати, никогда не задумывался, играют ли плоскоземельщики в подобные игры, где учитывается кривизна земной поверхности, да и сама карта представляет собой, по сути, глобус. Итак, как мы обнаружили SquareTie, если он находился над горизонтом радара? Очень просто. Это загоризонтный радар. Эти радары используют длинный волн, которые отражаются от ионосферы, или следуют за кривизной земли, чтобы выйти за горизонт. Поскольку эти волны распространяются дальше других, мы смогли обнаружить их на большем расстоянии. Вы можете определить, находится ли радар за горизонтом, прочитав его запись в базе данных. Сокращенно он будет OTH. Это может дать ключ к разгадке диапазона вашего контакта. Теперь, когда мы находимся в пределах видимости, есть маленькая вероятность, что Джангху сможет обнаружить нас, заметив наш перископ. Поэтому мы собираемся нырнуть под слой. Продолжайте движение по направлению к Джангху, задав для себя скорость крип и глубину чуть ниже слоя или минус 750 футов. Выставим настройку глубины от Just Under the Layer под слоем. Могли поставить это вручную, но, как правило, удобней пользоваться этими кнопочками-переключателями. Если сейчас запустим время, то увидим, как глубина окружения лодки будет меняться. Сейчас она 66 футов под водой. Вот, меняется, меняется. Пока не достигла 702 футов. Теперь мы работаем ниже слоя, также называемого термоклином. Здесь термины используются как синоним. На поведение звука под водой сильно влияет температура воды. Из-за того, что солнечное тепло рассеивается волнами, первые 330 футов или около 100 метров имеют однородную относительно теплую температуру. В более глубоких водах температура остается относительно стабильной в течение дня и ночи и обычно не очень далеко уходит от нуля градусов по Цельсию. Морская вода замерзает при минус 2,3 градуса Цельсия. Термоклин – это переход между этими двумя относительно однородными объемами воды. Он отличается по глубине, толщине и прочности в зависимости от множества географических и экологических факторов. Однако в целом он самый сильный, самый толстый на экваторе и самый слабый, самый тонкий на полюсах. Вы можете получить точную информацию о термоклине в Command Modern Operations, посмотрев на информацию около курсора. В этом случае толщина слоя составляет от минус 397 футов до минус 669 футов, а его прочность составляет 0,6. На самом деле в текущей версии игры уже 0,53. Если хотите, вы можете уменьшить масштаб и навести курсор на разные регионы мира от экватора до полюсов, чтобы видеть разницу в толщине и силе слоя. Как мы узнали в предыдущем уроке, звук проходит под водой долгий путь. Однако он не проходит легко через термоклин. Термоклин действует почти как зеркало или как звукоизоляция, отражая от него звуковые волны, а не пропуская их через себя. Когда мы говорим о термоклине, мы можем находиться над слоем, под слоем или внутри этого слоя. Выше слоя мы сможем легко обнаружить надводные контакты и другие подводные лодки над слоем. Ниже слоя мы сможем слышать только очень близкие или очень шумные надводные контакты или другие подводные лодки под слоем. Внутри слоя мы не можем ничего хорошо обнаружить, но и нас также будет трудно обнаружить. Эти правила немного меняются, когда мы используем буксируемый гидролокатор или сталкиваемся с гидролокатором переменной глубины. Однако эти вопросы будут рассмотрены в следующих учебных сценариях. Теперь, когда мы приближаемся к Джангху, мы собираемся использовать этот слой в наших интересах. Используемый им высокочастотный гидролокатор особенно плохо проникает через слой. Более низкие частоты лучше проникают через слой. Поэтому мы собираемся сразу приступить к демонстрации этого эффекта. Оставайтесь ниже слоя и на расстоянии не более двух морских миль от Джангху. Продолжим сближение. Видите, контакт теперь уже отображается. Его значение, где он был 3 минуты 29 секунд назад. То есть сейчас, находясь под слоем, мы уже его своими сенсорами не наблюдаем. Вот. И только теперь, когда мы приблизились поближе, теперь мы можем слышать этот громкий фрегат. его шум пробивается даже через термоклин. Можно подойти еще поближе даже. У нас задача сблизиться на дистанцию 2 морских мили. Итак, теперь мы находимся в пределах двух морских миль от Джангху, полностью не обнаруженные. Если, конечно, вы все делали так, как надо. Это демонстрирует, насколько мощным фактором является слой для подводных лодок, охотящийся на надводные контакты. Однако, имейте в виду, что мы охотимся на старый фрегат с плохими датчиками в почти идеальных условиях окружающей среды. Не ожидайте, что у вас получится сделать это против современных специализированных противолодочных кораблей. Чтобы показать разницу между нахождением ниже слоя и выше, мы собираемся подняться обратно на глубину shallow. Когда вас обнаружат, вы увидите всплывающее окно, после чего вы можете открыть огонь из торпед, чтобы потопить Джангху. Если вы находитесь за фрегатом, то есть за это означает за кормой, вас, вероятно, никогда не обнаружат, поскольку его активный сонар смотрит только вперед. В этом случае вы можете либо утопить Джангху, либо завершить обучение, либо за дополнительные очки опуститься ниже уровня и двигаться вперед с фланговой скоростью, прежде чем снова сплыть над слоем, чтобы увидеть желаемый эффект. Ну все, у нас здесь задача осталась только всплыть на перископическую глубину, чтобы фрегат согласно заданию сценария нас обнаружил, а потом потопить его торпедами. Все, фрегат вас засек. Ну как, впрочем, и ожидалось, это должно было быть по заданию. Теперь вы можете открыть огонь. В этот раз торпеды будем запускать не вручную, а автоматически. То есть просто нажимаем F1 по вражескому контакту, по вражескому юниту, и посмотрим, сколько торпед запустит в этом режиме наша лодка Сан-Франциско. Запущены две торпеды. Почему две? Потому что это все по-прежнему настройки доктрины. Настройки VRA, Weapon Release Authorization. Вот мы видим наши торпеды. И вот в этих настройках, как и было в случае с самолетами, сказано, сколько выпускать торпед по разным контактам. Вот если мы здесь пролистаем, то мы видим, что по всем типам судов, которые есть, стоит по умолчанию две торпеды. Вручную мы можем менять как угодно, начиная от одной торпеды и заканчивая всеми четырьмя торпедами. Сейчас посмотрим. По-моему, да, по-моему, у этой лодки... Да, у нее четыре торпедных аппарата, то есть можно запускать одновременно от одной до четырех торпед. Осталось только подождать, пока торпеды поразят противника. Да, как видим, он развернулся, пытался от торпед уйти на скорости, но такому старому фрегату не уйти от наших современных торпед. Шансов у него не было никаких. Сценарий завершен. Вы можете посмотреть результаты... Результаты триумфа. Ну, естественно, мы выполнили все задания. Понравилось это видео? Было интересным и полезным? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok